Вернемся к событиям в нашей стране. 370 иностранцев получили лечение в Казахстане. И это только цифры одной клиники Национального центра нейрохирургии. За последние 15 лет в нашей стране внедрили свыше 70 инновационных методов оздоровления, которые раньше были доступны лишь за рубежом и даже запатентовали свои. Чему теперь будут учиться у нас, узнала Светлана Пенькова. Следующие кадры, кроме как чудом, и не назовешь. Почти 15 лет назад в только созданный центр нейрохирургии экстренно привезли беременную женщину, у которой разорвалась аневризма головного мозга. У врачей были считанные минуты, чтобы выбрать, кого спасать – мать или ребенка. Две бригады сделали то, что до них в СНГ не делал никто. Не только спасли обоих, но и вылечили молодую маму. Около двух месяцев я пролежала в нейрохирургии. Правая нога, правая рука не работали. А теперь, благодаря лечению и врачам, хожу, живу. В 10 лет мне мама рассказала, что я родился в нейрохирургии, что было две бригады врачей. Одна занималась мной, вторая спасала маму. Я был шокирован. И теперь хочу стать IT-специалистом в медицинской сфере. Благодарные пациенты не устают говорить врачам спасибо. И среди них не только простые казахстанцы, но и члены правительства. Мой родной человек сейчас находится в областной клинике Туркестанской области сегодня. И благодаря работе именно вашей службы на местах в регионе, они остались живы. Один уже как бы выжил, находится среди нас, среди моей семьи, а другая борется. Но благодаря помощи тем врачам, которые находятся в этом регионе, я думаю, тоже, значит, встанет на ноги и вернется в свою семью. Но если нейрохирурги, оперирующие взрослых, есть во всех регионах, то с детскими врачами дела обстоят хуже. В трех областях их нет вообще. Во многих по 2-3 человека. В общей сложности сейчас на 10 тысяч юных казахстанцев приходится всего 65 нейрохирургов. Много проблем нужно решить. И в частности по детской нейрохирургии. Мы уже взяли под патронат факультет педиатрии. Консультируем новые области. Фонд «Казахстан-Халкана» оказывает большую помощь. Они выделили полтора миллиарда тенген на детскую нейрохирургию. Думаю, это даст большой толчок для развития. Сегодня Казахстан является одним из ведущих стран, где развита нейрохирургическая помощь. Мы сегодня конкурируем некоторыми европейскими странами, оказываем все виды услуг. Медицина не стоит на месте. Каждый день появляются новые препараты, новые медицинские услуги, новое оборудование. И мы эту помощь дальше будем развивать. Но Казахстан не только завозит иностранные опыты, наработки, а также изобретает свои. Недавно центр получил патент на вживление 3D-импланта позвонка грудного отдела. И впервые в мире провел сразу четыре таких операции. Чтобы внедрить эту технологию, предварительно мы с немецкими учеными, с институтом технологии города Ульма проводили биомеханическое исследование вначале на трупах, на специальных машинах. К помощи казахстанских нейрохирургов прибегают не только жители страны, но и граждане других республик. За последние 15 лет были прооперированы более 370 иностранцев из 50 стран мира, в том числе таких, как Австралия, Канада, США, Англия, Бразилия. Приезжают из-за рубежа и врачи для обучения, потому что в арсенале отечественных специалистов уже сотни научных методов от применения гамма-ножа и до оперирования с пробуждением пациента.